Семь откровений о начале светлой эпохи. Истина превышает фантазию, так и будущее превыше мечты. Откровение первое. Предсказание о космической эре. А. Суждено великое будущее. Давным-давно, многие тысячи лет тому назад, было предсказано светлое будущее человечества. Было описано положение светил, при котором начнется эта великая эпоха. Были даны знаки, как распознать начало космической эры нашей планеты. И вот пришло это время. Все космические сроки, все сочетания светил указывают начало великого цикла. И знаки разбросаны, как пламенные зерна. Подходит конец царству Люцифера. Огненные энергии к сроку достигают Земли. Приближается эпоха Майтрейни. Правда, происходит свирепый Армагеддон, и совершаются неслыханные ужасы. Но в час разрушения и смещения на горизонте светит новая заря. Когда старые понятия гаснут, то зажигается заря огней. Среди терний нарастает светлая эволюция. Пришло время, когда человечество близится к шестому совершенствованию. Нарождается новая раса. Перед восхождением новой расы рушатся старые основы. На развалинах старого мира растет новая эволюция. Неужели люди не видят, сколько нового входит в жизнь? Так эпоха огня завершает Кали-югу. Так на смену узкого горизонта идет великое время. Новый мир идет. Новые силы строят лучшее будущее. Не может самое блестящее прошлое сравниться с возможностями будущего. Огненная эпоха должна преобразить лик планеты. Когда даны предупреждения, тогда легче различать события. И провидцы древние знали многие смены, которые теперь ясны историкам. Но современники умели лишь побивать камнями всех дальновидцев. Б. Суметь принять сужденное. Суждено великое, прекрасное будущее. Но состоится ли оно? Это зависит от человечества. Самые великие возможности стучатся к человечеству, но выбор всегда свободен. Выбор в руках человечества. Свет или тьма, строительство или разрушение – это решит само человечество. Свободная воля в безумии своем может отринуть сужденное счастье. Человечество не любит смотреть вдаль будущего. Сознание копошится в пыли непосредственной близости. Пока человечество не научится смотреть вдаль, невозможно сократить страдания человеческие. Только тогда смысл существования примет утвержденное значение. Можно будет дать человечеству пространственный огонь. Равновесие может только тогда являть утверждение свое, когда свободная воля изберет путь общего блага. Только когда принцип иерархии утвердится на планете, настанет пора сатьи юга. С каждым годом воздействия сил светил будут увеличиваться. Но нужно, чтобы дух человеческий сумел принять посылаемые дары. Грядущее время явит величайшее испытание всему человечеству. Только обновлением мышления можно постить человечеству новую планетную ступень. В. Искать новые пути При необычайности условий будущего невозможно будет пройти старыми путями. Самое ужасное, когда люди подходят к новым условиям со старыми привычками. Как невозможно средневековым ключом открыть дверь в будущее. Только слепой может думать, что завтра походит на вчера. Сметение мира требует искания новых путей. Устремление человечества к необычному даст ему понимание нового. Всюду различаете старый мир от нового. Старый мир ютится во всех частях света. Также новый мир нарождается всюду, вне границы условий. Старый и новый мир отличаются в сознании, но не во внешних признаках. Красные знамена часто поднимаются руками старого мира, полного предрассудков. Часто в уединении бьется сердце, полное блистание нового мира. Возраст и условия не имеют значения. Без снисхождения делит себя мир на наших глазах. При неумелости, но полной дерзаний, растет новое сознание. Несмотря на опыт, паникает старая мысль. Нет сил, которые могли бы задержать океан нового мира. Мы сожалеем о бесполезной трате энергии отживающего сознания. Мы улыбаемся дерзанием сознающих право расширять новые достижения. Каждая ошибка, совершенная для нового мира, превращается в цветок смелости. Каждое ухищрение, бальзамирование старого мира остается островом ужаса. Можно видеть знаки безумия уходящего мира и смелость нарождающегося. Новый мир идет. Пусть многое непонятно и извращено, но входят новые возможности, которые со временем дадут новое мышление и миросозерцание. Появление нового мирила существования может спасти Землю. Г. Понятие новой эпохи. Современное учение Востока Агни-йога выдвигает понятия, необходимые для следующей ступени эволюции. Первое – сотрудничество или кооперация. Второе – полноправие женщины. Третье – изучение психической энергии. Четвертое – понимание значения мысли. Каждый из этих даров эволюции должен быть принят в полном размере и неотвлеченно. Необходимо утончить понятие сотрудничества. Все вычисления не помогут укрепить его. Если не будет доверия, то сотрудничество превратится в ядовитую банку скорпионов. Сотрудничество делается как бы наукою жизни. Но чтобы придать ему научное основание, необходимо признать его во всей жизни. Сотрудничество есть гармония человечества. Сотрудничество должно быть принято как основание бытия. Лишь при самой широкой кооперации можно найти истинное соотношение государства и народного труда. Иначе губительная задолженность государства будет возрастать. О прочих трех понятиях новой эпохи, о полноправии женщины, о психической энергии и о значении мысли будет сказано ниже. Когда сотрудничество сделается основанием созидания, когда женщина войдет как охранительница культуры, когда психическая энергия займет подобающее положение, когда человечество поймет значение творческой мысли, тогда вся жизнь преобразится. Знания и творчество займут явленное положение. Явленное в том смысле, что среди далеких веков можно найти примеры понимания науки и искусства. Д. Спасение в культуре. Возвещена благословенная сатия юга. Какое же великое понятие будет в основе этого очищения и преображения жизни? Конечно, это будет то понятие, которое человечество определяет словом «культура». Новую эпоху можно строить лишь признаками культуры. Перерождение планеты возможно только путем культуры. Истинная эволюция совершается лишь на основах знания и красоты. Никакая эволюция невозможна без накопления культуры. Не может человечество процветать без знания величия культуры. Не может быть международного соглашения и взаимного понимания без культуры. Там, где культура, там и мир. О мире тоже следует твердить. Само слово пусть следует за людьми на всех путях. Там, где культура, там и правильное решение труднейших социальных проблем. Выше панацея культуры не знало человечество, да и не будет знать, ибо в культуре сумма всех достижений огненного творчества. Так культура будет произнесена как единственная самозащита от разложения. Именно теперь человечество должно спешно обратиться к познанию культуры. Знание, знание, знание. Если бы люди больше задумывались над тем, что знание есть спасение, то не было бы доли того страдания. Все человеческое горе происходит от невежества. Знание, будем твердить, явит конец страданию человечества. Широкое распространение знаний может переродить мир. Знание может делать чудеса. Потому, скажем, знание выше всего. Е. Новые пути науки. Как пчелы собирают мед, так собирайте знания. Следует собирать знания отовсюду. До сих пор знание разграничивалось. И целые области его оказывались под запретом, под сомнением и внебрежением. Люди не имели мужества превозмочь предрассудки. Они забывали, что ученый должен быть прежде всего открытым ко всему сущему. Для ученого нет запретных областей. Братство учит беспредрассудочному познаванию. Люди должны стремиться к неограниченному знанию. Нельзя приказывать не знать. Нельзя отнимать от человека права совершенствования. Так не будем закрывать глаза перед действительностью. Освобожденность мышления будет украшением истинного знания. Если твердое убеждение, что истина одна, не может быть опасения, что найдется какая-то другая истина. Люди говорят о многих правах. Не нужно ли проникнуть через оболочки и стремиться к единой истине? Простое утверждение знания даст выход противоречием. Человек, устремляющийся к познанию истины, вникает в самую основную сущность жизни. Человеческое истинное познавание будет всегда созвучать с единой истиной. При всех развитиях человечества нужно сопоставлять с учением света, и можно радоваться, что мировое понимание продолжает следовать единой возможной правде. Но для этого нужно постоянно сравнивать основы с человеческими действиями. Конечно, истинная наука и не может расходиться с непреложными законами. Следовательно, нужно при новых исследованиях постоянно держать в уме и в сердце заповеди основ. Они дадут несломимое восхищение ученому, который идет, не ограничивая себя самостью, но честно исследует во благо других. Он почует волны света и среди вибраций уловит новые энергии. Нужно сказать ученым, как теория Эйнштейна не опрокидывает законы Эвклида, но включает их. Как третье измерение не опрокидывает законы плоскости, но бесконечно шире их. Так же законы духовного знания бесконечно шире всех ваших, но включает их. Ведь не опрокинуть хотим достижения ученых, но расширить. На Земле замечаются многие так называемые феномены, открываются необычные человеческие способности. Их начинают наблюдать, но если будет вносимо отрицание и запреты, то создастся препятствие эволюции. Необходимо, чтобы ученые показали пример достойный, в широком допущении. Совершенно исключается эволюция, где люди не признают возможности познавания беспредельного. Наука не выносит запретов, предрассудков и суеверий. Знание не должно быть отемнено насилием, ни внешним, ни внутренним. Невозможно запрещать свободное познание. Такой запрет будет свидетельством невежества. Предвзятость мысли, как тяжкий груз, действует, умерщвляя уже сужденное. Тоже представить сложность текущих токов. Вы знаете, как готовится великое будущее, но не может оно быть примитивно. И нужно привыкать к нарастаниям, которые видны нам, но не всем. Знание настолько расширяется, что требуется постоянное обновление методов. Новое есть самое старое, и потому не следует бояться чего-то невозможного. Все вообразимо, ибо все существует. Нельзя предположить бедность творения. Наша письменная наука настолько молода, что нельзя ей говорить о сравнительном методе. Она знает лишь немногие века, но где же десятки тысячелетий? Мы очень загордились и забыли обо всем незнаемом нами. Кто же может взяться судить о том, чего не знает? Кто дерзнет утверждать присутствие или отсутствие чего-то неведомого? Разум не допустить, что многое существует, что людям неизвестно. Нужно людям освободиться от всякого высокомерия ко всему им неведомому. Пусть ученые найдут себе решимость не отрешаться от того, что им в данное время неизвестно. Научная задача основана на доброжелательном допущении. Надо понять, что в основании расширения наук лежит явление постоянного расширения сознания. Если ученый не может приступить ограничения вчерашнего дня, лучше ему не заниматься наукой. Условия новых научных достижений должны соответствовать требованию будущего. Откровение второе Прозрение в будущее нашей страны А. Где заложены магниты? Согласно легенде, все на Земле происходит по плану эволюции нашей планеты. Определено заранее, когда и где строится новым государством, где и когда созидаться городам великим. Предусмотрено, когда и где должны состояться большие открытия и откровения. Этот космический план проводится в жизнь великим белым братством. Как же притворяются в действие эти идеи пространства? В определенных местах в определенное время сотрудники братства закладывают тайные магниты. Части великого метеора посла дальних светил. Как вехи оставляются такие магниты на местах особого назначения. В истории человечества сеть магнитов вспыхивает подобно путеводным огням, утверждая путь человеческий. Много магнитов лежит под основанием городов. Они или остаются невидимыми, притягивая течение событий, или служат центром сознательного действия, или озаряют нашедшего магнит человека. Зоркие духи знают, смотря на карту мира, где именно заложены новые магниты будущих построений. Эти магниты разложены довольно неожиданно для человечества. Ведь при положении их принимались во внимание многие условия, ведомые только иерархам. Так и сеть зарождающейся расы разбросана по дальним окраинам. Новая раса может зародиться в разных частях Земли, и отдельные проявления окажутся в самых неожиданных местах. Но одна часть мира решает судьбу века. Может быть, такая страна с земной точки зрения находилась в самом непривлекательном состоянии, но закон Высший уже определил место особого напряжения. Космически уже сложились обстоятельства великого значения. Не видят еще глаза земные, но иеро вдохновение уже направляет сознание туда, где суждено сияние Света Высшего. Оно направляет туда, где уже сияет вершина. Б. Начало космической эры в России. Как предсказана была Великая Светлая Эпоха Человечества, так намечена была и страна, где начнется космическая эра нашей планеты. Но название этой страны было до сих пор сокрыто. Как это ни странно, но в сокровенных писаниях почти нигде не упоминается новая страна. Как будто шестая часть света не имеет места в космическом плане и эволюции. Для каждого чуткого духа это должно быть понятно. На Востоке не принято упоминать о самом сокровенном. Все сокровенное особо охраняется. И если бы раньше времени было оповещено, что этой стране предстоит великое будущее, то ее растерзали бы на части. А теперь настало время, когда такой опасности не существует. И вот в безмерных страданиях и лишениях, среди голода, в крови и поте, Россия приняла на себя бремя искания истины за всех и для всех. В благоустроенном цивилизованном мире тогда как будто не произошло перемен. Только в нем не стало боли России. И это отсутствие принесло изменения. Ибо в своем особого рода небытии Россия в определенном смысле стала духовным средоточием мира. На арене мировой истории выступил новый мир, не игравший до сели руководящей роли. И богиня культуры, чей шатер столько веков был раскинут среди долин и холмов запада, ушла на восток. Ушла к голодным, холодным и страждущим. В Ношу мира несет страна Велики последствия грандиозного взрыва в России, всколыхнувшего все ее глубины. Очищенная и возрожденная на новых началах широкого народного сотрудничества и свободного культурного строительства Россия станет оплотом истинного мира. Среди хаоса подымается мощная скала. Силы света охраняют ее. Так среди хаоса разрушения охраняется завещанное. Истина. Завещан чертог небывалый. И знаки благоденствия неотступно стоят над новую страною и хранят ее. Щит света простерт над ней. В новой стране творится великое дело, совершается явление огромного значения. Наряду с безумием происходит искание трогательное. Несмотря на все трудности, страна будущего растет и начинает понимать свое назначение. Несмотря на трагизм многого, страна растет, вся в движении, в несомненном создании своего будущего. Иваны статысячные сумеют сложить огненную колесницу, которая пронесет через все бездны. Ценой ужасных страданий достигнута новая ступень, которая поможет всему человечеству. Тысячи и тысячи проснулись для начала культурной жизни. Поднятая целина нуждается в широком размахе. Устремление к знанию двигает по правильному пути. Народ открыт к познанию. Такая ступень эволюции не случайна. Много потрясений и трепета заставили сердца содрогнуться и зазвучать. Истинно, тяжко должна быть ноша, чтобы дойти в сад прекрасный. Иван стотысячный принесет полезные камни для строения, но несущего тяжесть нельзя толкнуть на трудном пути его. Не следует заподозрить и укорить его. Цемент постройки не должен застыть раньше срока. Так же и путники не могут поспеть быстрее сил человеческих. Особая радость видеть, как совершается строение. Многие не видели, что местные камни достаточно прочны. Они самостью судили. Но рассвет покажет, где было суждение правильное. Никто не может мгновенно преобразить сознание свое. Требуется много сторонних усилий. Только в прочном строении лягут камни, не тревожимые землетрясениями. г. Ослепительное будущее перед нами. Нынешний век напоминает некое время Атлантиды. Тогда не сумели найти равновесие, но если теперь знают о таком же несоответствии, то некоторые наиболее живые народы могут найти нужное соответствие. Мы видим, где может быть осознанно начало синтеза. Будет оно не там, где маятник жизни мертв, но там, где он раскачивается наиболее сильно, там понимают значение общего блага. Не там, где устремление направлено к самости, не там строится первенство, но там, где создаются творческие ступени во имя общего блага, там, где почва насыщена эманациями труда, там можно ожидать урожая. Можно узнавать сроки народов религии. Там, где наибольшее отрицание, там, где видимое неверие, там уже близка жатва Господня, но где лицемерное благолепие, там меч готов. Пример Савла будет назиданием. Маятник, сильно пущенный в одну сторону, с таким же размахом качается и в другую. Не показная религиозность нужна, но осознание духовного начала. Не наряды, не обряды, но служение человечеству. Квастной патриотизм, квастная религия уходит, и на смену этим отживающим пугалам приходит эра нового радостного строительства, основанного на великом сотрудничестве народов, новое возрождение и очищение заветов всех великих учителей. Недалек тот день, когда будут искать всех могущих принести крупицу истинного знания. Там, где все было отнято, где всякое творчество было задушено, где было забыто человеческое достоинство, там особенно мощно проснется жажда к знанию и к истинной свободе. Положное время воссияет чертог небывалый. Не хулители от малого сознания будут строить новую страну, но здравый рассудок стотысячных. Именно Иван стотысячный спасет свою страну. Именно черед за Иваном, именно Ивану стотысячному будет дана возможность проявить свой потенциал. Конечно, потенциал русской души велик, но сейчас потенциал этот в большинстве случаев еще глубоко захоронен. Несомненно, что в Иване стотысячном имеются большие задатки, но если к сроку он не пробудет их в себе, то можно будет вообще поставить крест на спасение нашей расы. Конечно, гибель планеты есть неописуемое невразимое бедствие, но разве человечество, мечтающее об истреблении себе подобных ради корыстных целей, заслужило лучший рог? Расцвет России есть залог благоденствия и мира всего мира. Гибель России есть гибель всего мира. Пафос истории почиет не на тех, кто спокоен, самодоволен и сыт. Пламенные языки вдохновения нисходят на тревожных духом. Продаться самодовольству значит погибнуть. Не квиетизмом, но подвигом совершенствования созидается история. Кто возгордился, того покидает благодать искания. И на самоуверенных падает проклятие бесплодности. Нет неизбежного. Есть возможное. Только путем напряженного творчества, без боязни покаяться в ошибках и сознаться в слабостях, только ценой непрерывных усилий возможное станет действительностью. Я угрюмый и упрямый зодчий храма восстающего во мгле. Я возревновал о славе отчий, как на небесах и на земле. Сердце будет пламенем полимо вплоть до дня, когда взойдут ясны стены нового Иерусалима на полях моей родной страны. И тогда повеет ветер странный и прольется с неба страшный свет. Это млечный путь расцвел нежданно садом ослепительных планет. Гумилев И тогда в гремящей сфере небывалого огня светлый меч нам вскроет двери ослепительного дня. Блок Откровение третье Провозвестие о космическом учителе А Пришествие Майтреи Древнейшими легендами предсказано, что когда человечество утеряв основу учения погрузиться в непонимание, тогда наступает эпоха Майтреи. Майтрея владыка любви и сострадания грядущий Будда был завещан миру также и самим Готамою. Сказано, что перед оставлением физической сферы нашей планеты Будда обещал своим ученикам, что после его ухода в Нирвану место его займет его брат Майтрея. В народах Азии эти предсказания предания живы все время. Статуи в честь владыки Майтреи воздвигались по Индии и Тибету уже в самом начале нашей христианской эры. Сейчас же нет буддийского храма, в котором не было бы изображения этого бодхисатвы на громадных полотнищах, танках, или же в виде колоссальной фигуры, занимающей иногда три этажа храма. на трудных путях, на опасных горных перевалах стоят изображения Майтреи светлого будущего. Кто позаботился поставить их, кто потрудился, но стоят они часто гигантские, точно не человеческие, созданные. Народы знают, что место святых людей на горах, на вершинах, от вершин откровения. На вершинах, в пещерах живут риши. Там, где зачинаются реки, где вечные люди сохранили чистоту вихрей, где пыль метеоров приносит от дальних миров доспех очистительный, там возносящее сияние. Над снежными вершинами Гималаев полыхает светлое сияние, ярче звезд и причудливее зорниц. Кто же возжег эти столбы света, шествующие по небу? Не от северных сверканий эти столбы и лучи света, от шамбалы они, от башни великого приходящего. Современные легенды Востока утверждают, что тысячелетние предсказания исполнились. Майтрея приходит и горит всеми огнями, горит сердце его состраданием ко всему обнищавшему человечеству. Великий Владыка невидимо видимый уже правит, облеченный всеми лучами мощной, но незримой лабораторией. И Владыка новой эпохи дает новому миру новое учение. Б провозвестие агни-йоги Сложное время, но великое время. В напряжении среди чудовищного непонимания человечеством принципов бытия Майтрея дает новый завет. К этому завету он зовет человечество. Великое провозвестие есть ступень к обновлению мира. Агни-йога является предтечей великой эпохи. Учение агни-йоги не что иное, как выявление современного применения психической энергии, поток которой приближается вместе с сатей югой. Потому учение агни-йоги знаменует новую эпоху. И оповещение этого учения также неизбежно, как приближение светлой эпохи несомненно. Новое учение дается для будущего, не для одной страны или народа, но для всего мира. Столько великого явит человечество учение Майтреи. Приближается великая пора. Учение жизни ляжет в основу нового мира. Учение Майтреи есть йога всей жизни. Все прежние йоги, данные из высших источников, принимали за основание определенное качество жизни, теперь же, при наступлении века Майтреи, дается йога о сущности всей жизни. новое учение усматривает все понятия, которые являются основами жизни. По своей космосо-пространственной широте мысли это учение жизни дает ответы на все вопросы. Братья человечества дают истину тому, кто принимает сущность бытия. Потому братья человечества сообщают часть великой истины, ту часть, которая на нашей планете может быть воспринята. Люди должны готовиться к новой эпохе. Каждое сознательное мышление мучительно ищет, где грядущее направление эволюции. Если это направление нащупано, то здравый рассудок стремится скорее приблизиться к верному пути. Потому учение не вовлекает, но показывает путь. Не мистика, но именно умозаключение становится перед ищущими. Братство предлагает знание, полезное прогрессу человечества. Учение дается не для новизны, но для сложения достойной жизни. Изучив его, человек будет вооружен на дальнейший путь, ибо сознание его расширится и распознавание станет сопутствовать ему на его жизненном пути. Потому агни-йога дается как самый великий верный путь. Почему новая йога названа огненной? Явление силы улучшает яркую жизнь и тушит каждое ничтожное проявление. Явление огня есть просветление материи, иначе говоря, где огонь, там признак совершенствования. Потому стихия огня дает наименование этой самоотверженной йоги. Огонь не уведет от жизни, он не явится надежным проводником в дальние миры. Изучение агни-йоги приближает человека к дальним мирам. Агни-йога является очередным расширением возможностей человечества. Она высшая связь с космическими достижениями. Истинная йога соединяет земное сознание с космическим пульсом. Многоцветные искры приобщают к пространственному сознанию. Учение, явленное Майтреей, зовет дух человеческий в творческий мир братства. Учение Майтреи указывает на беспредельность в космосе, в жизни, в достижении духа. Учение Майтреи держит знание космического огня, как открытие сердца, вмещающего явление Вселенной. Явление учения дает человечеству крылья и путь к беспредельности. В. Почему дается новое учение? Существует единое откровение во все века, приносимое великими учителями человечества. Каждый учитель подчеркивает ту подробность единого откровения, которая наиболее необходима на данной ступени сознания. При наступлении космического срока для нового пробуждения сознания посылаются носители света, слагатели новых степеней сознания человечества. Каждое время несет с собой свою форму выражения, отвечающую современности, а также и более широкое оповещение основ учения, ибо по закону эволюции все растет, все ширится. Сокровенное учение не может застывать на одном уровне. Истина одна, но каждый век своеобразно прикасается к ней. Каждая премудрость неопровержима, но она будет иметь своих продолжателей. Нельзя говорить о новых учениях, если истина едина. Новые данные и новое восприятие их будут лишь продолжением познавания. Не новое оповещается, но к часу нужное. Сравните поток дававшихся человечеству учений жизни. Каждая новая фаза учения не исключает предыдущую. Каждое учение, не трогая предыдущего, приоткрывает новые врата к знанию. Та же неизменная истина дается человечеству в различных одеяниях, но также точно она извращается метущимися толпами в течение менее века. Учение получает совершенно извращенный облик. Когда религии так извращены, что не могут более удовлетворять запросам сердца человека и давать ответы на загадки бытия, то это значит, что наступает пора, когда должен явиться новый учитель и дать миру новое учение. Периодическое появление новых учителей и новых учений есть необходимое условие эволюции человечества. г. Не боги, но друзья. Как уже известно из предыдущих легенд, учителя человечества уже давно с нами на нашей планете. Они пришли с Венеры на заре человечества. Они руководили эволюцией третьей, четвертой и пятой расы. И они же стоят на несменном дозоре и ведут бой за человечество с князем тьмы. И пришествие учителей это только более яркое выявление их на поворотных пунктах эволюции человечества. Существование иерархии есть основание всей жизни. Иерархия несет человечеству благо. Она как свет на пути человечества. Иерархия есть та звезда, которая направляла всех идущих. Не угроза, но сердечный зов и предупреждение и наставление ко благу. Мы вовсе не желаем представиться заоблачными существами. Наоборот, мы хотим быть близкими к людям тружениками. И не богами, но сотрудниками мы хотим быть. Идолы символов сотрутся лучом света. иерархи. люди смогут заключить прочный союз с понятием братства, тогда можно надеяться на строение крепких основ. Когда люди примут понятие учителя, тогда подготовится новая ступень. Искания новых путей должны начаться с этого принятия. Лишь когда чувство утвердится сознательно на познании ведущей иерархии, человечество почувствует свою истинную роль в космосе. Одно осознание Белого Братства и иерархии уже направляет путника по кратчайшему пути к беспредельности. Кто желает приобщиться к нашей обители, пусть чаще беседует с сердцем и через него посылает нам хотя бы безмолвные зовы. Можно подумать, что это все очень сложно, но на деле оно укладывается в три слова. Люблю тебя, Владыка. Вот и провод к нам. Будем взаимно любить друг друга. Любовь к иерархии рождает непосредственное общение. Приливом любви можно выразить законы ведущей. Можно легко приблизиться к началу бытия самым прекрасным чувствам. Что же может сильнее соединить как неманером «люблю тебя, Господи»? На такой зов легко получить луч познания. Не только прямая связь с Владыкою, но даже бессознательное устремление к иерархии создает проблеск общения с космическими силами. Нужно готовиться к непосредственному общению. Во дни, когда огненные энергии напряжены, именно этот огонь поможет сердцу понять веление высшее. Такое веление выражается среди всей жизни. Тогда мы говорим «слушайте и слушайтесь». Помните, что о вас трудятся и заботятся друзья на дальних горах. Пусть высоты Кавказа, Алтая и Гималаев будут обителями прекрасного братства. Кавказа,